Продолжение темы. От боевых побед к олимпийским медалям. И в Новомихайловском городском поселении прошла торжественная линейка открытия месячника. Ее организовали и провели ученики 35-й школы. Почетными гостями стали ветераны и военнослужащие местной воинской части. Анастасия Николаева расскажет подробнее. Сегодня учебный день для старшеклассников 35-й школы Новомихайловского начался с торжественной линейки. Почетный караул, цветы, георгиевские ленточки на груди у ребят, символ священной памяти о тех, кто оставил свою жизнь на полях сражения. Сегодня вспоминают героев Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чечне и других локальных боевых действий. Всех тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами. Проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы уже стал традиционным не только для Новомихайловского, но и для всего Краснодарского края. Подобные торжественные линейки сегодня проходят на территории всей Кубани. Начинается он ежегодно с 23-го числа во всех школах одновременно и заканчивается 23-го февраля. То есть целый месяц. Это работа, которая направлена на военно-патриотическую деятельность. В школе проходят свои мероприятия, которые мы продумываем с активами классов регулярно. Мы берем традиционные мероприятия, начиная с малышей и заканчивая уже старшеклассниками. После линейки своими воспоминаниями о войне за чашкой чая с ребятами поделились главные гости – ветераны Великой Отечественной войны Валентина Петровна Шевченко и Василий Алексеевич Орлов. Валентина Петровна рассказала о блокаде Ленинграда, которая унесла жизнь ее родных и близких, о Василии Алексеевич, о своих героических подвигах, за которые он получил орден Красной Звезды. На вопрос ребят ответил и командир новой воинской части противовоздушной обороны, которая сформировалась в Новом Михайловском 1 декабря прошлого года. Он рассказал о технике для радиоэлектронной борьбы, которой сейчас оснащается часть, и призвал всех мальчишек обязательно отслужить в армии. Работу нужно проводить не только 23 февраля, но и 23 марта, и 1 июня, и 22 июня, и постоянно, особенно мальчиков, чтобы они приходили в армию и понимали, для чего они сюда пришли. В течение месяца ребята примут участие в различных акциях и делах. Среди них операция «Подарок солдата», «Письмо бойцу», «День добрых дел», фестивали и конкурсы патриотической песни и поэзии, тематические классные часы и многое другое. Завершится месячник 22 февраля праздничным концертом.